Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать важнейшее окончание, которое часто возникает из гамбитных позиций. Его должен знать каждый уважающий себя квалифицированный шашист. В этой позиции ход черных, они начинают и выигрывают белые. Впервые данная позиция была проанализирована четырехкратным чемпионом СССР, гроссмейстером Зиновием Цириком в 1959 году. В черных единственный ход ФГ7. Правильно играть ФГ5. Очень хочется провести комбинацию ХГ7, но это только ничья, запомните. Черная игра от ХГ7, у нас сильнейший ход ДЦ7. Грозим напасть по большой дороге и выиграть. Но черные здесь смело меняются и выясняется, что это только ничья. Ведь на нападение следует жертва, сюда не побьешь, дамка белых ловится. А если бить на А3, тогда черные успевают проскользнуть дамки и партия завершается ничьей. Поэтому в данной позиции, друзья, будьте внимательны. На ход ФЕ7 надо играть ФГ5. После этого хода у черных ничьей нет. Им приходится меняться назад, но мы начинаем идти в дамки. ХГ5. Черные жертвуют шашку и пытаются прорваться на левом фланге белых. Теперь идем в дамки именно вот этой шашкой. У черных два варианта. Если они ведут дамку по большой дороге, тогда тоже идем в дамки. И выясняется, что черные проигрывают из-за приема столбняк. Поэтому в этой позиции черным приходится жертвовать шашку и прорываться в дамки на поле Е1. Мы тоже проходим в дамки. Теперь у черных есть два ответа. Сыграть дамкой на А5 и сыграть дамкой на А4. Если они играют дамкой на А4, тогда закрываемся. Допустим, уходят назад. И играем дамкой на поле Д4. В чем идея? Если черные пойдут на А4, мы просто идем в дамки и выигрываем. Если черные нападают с А4, тогда строим петлю и черная дамка погибает. Поэтому у черных единственный ответ играть дамкой на Ж3. Теперь сюда идти нельзя, так как черные зайдут в любки, это будет ничья. Играем дамкой на С5. Снова нет хода дамкой на А4 из-за ловли в петлю. Поэтому приходится уходить на Е1. Играем СД6. Снова не даем нападения из-за петли. Черные занимают большую дорогу. И здесь уходим на поле Ж1. В чем идея? Если черные играют дамкой на Е1, тогда играем БЦ3. И нападения по большой дороге нет из-за приема трамплин. Отдаем шашку и бьем шашку и дамку черных с выигрышем. Если же в этой позиции черные сопротивляются по большой дороге, здесь выигрыш несложный. Я его уже показывал. Просто проводим вторую шашку в дамке. Затем загоняем шашки на поля H2 и F4. И здесь при сильнейшем сопротивлении выигрывает ход HG7. То есть дамкой бить нельзя, так как она ловится в петлю и белые побеждают. Если же черные бьют. Шашкой, тогда выигрываем темп. Играем на G1. Черные обязаны играть только по бортовым полям. Срединные поля они занимать не могут из-за приема трамплин. Отдаем одну шашку и забираем шашку и дамку соперника с выигрышем. Поэтому приходится играть только по бортикам. Теперь мы возвращаемся на поле G1 через 3 темпа. И занимаем поле H2. То есть мы передали очередь хода сопернику. Называется прием передачи хода сопернику или выигрыш темпа. Ну и черным некуда ходить. Если снова они играют на серединные поля, выигрывает трамплин. Если же черные играют на поле H8, тогда выигрывает петля. Ничего сложного. Так, мы разобрали в этой позиции ход дамки черных на поле H4. Теперь разберем ход дамки на поле A5. Здесь играем дамкой на C3. И у черных есть 3 ответа. Можно сыграть на C7. Можно сыграть на D8. И можно сыграть на E1. Если черные играют на E1, тогда снова играем на D4. И позиция повторилась. Выигрываем как в предыдущем примере. То есть, ну допустим, сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Ну и черным некуда ходить. Если они уходят с большой дороги, тогда идем в дамки. И снова нет нападения, потому что трамплин. Если же черные уходят по большой дороге, тогда снова проводим шашку в дамки. Затем загоняем их на поле H2 и H4. И легко выигрываем. Это мы уже видели. Так, если в этой позиции черные играют дамкой на D8, здесь выигрывает вот такой оригинальный прием. А, B4. Черные нападают. Отходим. Черные снова связывают дамку и шашку. Приходится играть CD6. Единственный ход. Черные играют на A5 и думают, что это ничья. Играем на D8. Ну и после хода дамкой на C3. Единственный ход. Уходим на поле A5. Если черные уходят дамкой по большой дороге, просто идем в дамки и снова выигрываем. Опять проводим шашку в дамки. Затем загоняем их на поля H2 и F4. И легко выиграли. Ну и наконец главный вариант. Если в этой позиции черные играют дамкой на C7, здесь играем AB4. У черных есть два варианта. Сыграть на CB6 и на CD6. После хода нападения дамки с поля D6 отходим. Черные играют на C5. Уводим дамку на D8. Ну и после хода дамкой на D4 играем D7. Черные нападают. Ну и кажется, что позиция абсолютно ничейная. Не видно, как здесь выиграть. Здесь можете поставить видео на паузу и попытайтесь самостоятельно найти очень красивый этюдный прием. Как раз его и нашел гроссмейстер Зиновий Цирик. Неожиданно играем дамкой на H2. Непонятный ход на самом деле. Черные нападают с поля D8. Ну и кажется, легко выигрывают. А здесь следует неожиданный удар. HG7. И бить некуда. Если черные бьют шашкой, тогда бьем дамкой на C7 и ловим дамку черных с выигрышем. Вот такой красивый этюдный выигрыш. Если же черные в этой позиции бьют дамкой, тогда проводим вторую шашку в дамке. Затем третью. Затем строимся в линию вот таким образом и побеждаем с помощью боевых позиций. Кто не знает, как строить боевые позиции, обязательно посмотрите видео. Я подсказку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, научитесь ловить тремя дамками дамку и шашку соперника. Это тоже важное окончание. Так, рассмотрели нападение с поля D6. Теперь рассмотрим ход черной дамки на B6. Тогда нападаем. Надо играть на F2. И играем B5. В чем идея? Если черные снова занимают поле D4, снова выигрывает идея цирика. Играем D7 и на ход D5 снова уходим на H2. И снова нет нападения дамки с поля E7, потому что снова выигрывает вот этот удар. HG7. Две шашки бить нельзя, так как белые побеждают. А если черные бьют одну шашку, тогда снова проводим шашку в дамке. Затем загоняем шашку на поле B8. Эту дамку переводим на поле D8. Ну и выиграем с помощью боевой позиции. Подсказку я вам оставил в правом углу. Если же в этой позиции черные играли, допустим, на поле D4. Ну здесь можно было просто выгнать черных с нижнего двойника. Затем снова проводим шашку в дамке. Строимся вот таким образом и побеждаем. Вот такие пироги. Данное окончание очень часто встречается в дебюте гамбит Кукуева. Давайте рассмотрим возможные примеры. Белые ставят тычок, черные временно жертвуют шашку. Нападают сразу же на две. Правильно отдавать шашку таким образом. Короче, тут такое правило. С какой стороны напали, такую шашку и отдаем. Затем обе стороны играют своими сильными правыми флангами. В гамбитных позициях. То есть надо играть правым флангом, как ни странно. Ну и возникают известные построения. Вот после хода FG3 черные затем меняются назад. Им нужны запасные темпы. То есть и белые делают плохой ход BC3. Здесь надо было строиться EF2 и меняться FE5. С равной игрой. А после хода BC3 у черных большое преимущество. Например, CD6 FG5, EF2 CB6, FG3 BA7, GF4 BA5. ED4 уже окончательно проигрывает. После GH6 еще была ничья. А вот после ED4 уже ничьей нет. Меняемся назад. Еще получили запасные темпы. Ну и после ходов DE3 и G6 партия сводится к той позиции, которую мы смотрели. Белые начинают, но выигрывают черные. Такая позиция. Допустим, игра Бадянского. AB4, BA5, BA3, AB6, ED4. Черные меняются в центр. Довольно-таки популярный вариант. Играем DE3. На ход BC5 меняемся. И если черные бьют шашкой E5, тогда, допустим, BA7, GH4. Тоже довольно-таки популярный вариант. AG7, AG3. Развиваем отсталую шашку. Черные нападают. Занимают вроде бы центр, но здесь центр рыхлый, потому что у черных переразвитие. И у белых большое преимущество. Например, как было в одной из партий покойного гроссмейстера Арунаса Нарвайшаса, белые победили вот таким образом. Вначале разменялись назад. Нам нужны запасные темпы. А затем, ну, черным просто некуда ходить. Единственный код DE5. Меняемся. И вспоминайте, друзья, куда бить, вперед или назад. Тут назад уже бить плохо. Надо бить именно вперед. И снова получается позиция гроссмейстера Цирика. Черные начинают, но выигрывают белые. Ну и последний вариант. Леталка C3, G5. Допустим, B6, A5. Очень часто вот эта позиция Цирика получается именно в леталках. Тут много есть гамбитных вариантов. Ну, допустим, GH4. Единственный ход. Черные нападают. Правильно было меняться FG3 белым, постепенно уравнивая игру. А вот ход Fe3 уже слабенький. Здесь после этого размена у черных большое преимущество. Снова обе стороны играют своими правыми флангами. Это характерно для гамбитных позиций. Белые вроде бы тоже меняются назад и запасаются запасными темпами. Извините за тавтологию. Но видно, что на большой дороге у белых две шашки, а у черных только одна. Поэтому у черных преимущество. Белым приходится вылазить в центр. Лучшего нет. И здесь видно, что черные сейчас поменяются назад. И снова у них будут запасные темпы. То есть переразвитие в данных позициях гамбитных невыгодно. Ну, и в этом положении снова была ничья после CD4 или EF4. А если белые меняются ED4, это грубейшая ошибка, то снова играем DC5 и партия сводится к позиции цирика при ходе белых. Черные побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.